И водолазы с косами стоят. Оригинальную картину наблюдают самарцы на пляже. А для Вениамина Беркаева такое дополнение к водолазному снаряжению дело привычное. Что растет на дне речном, знает не понаслышке. Дайвинг на Волге для него не развлечение, а работа. Трудится в связке с напарником. Один косит, другой подстраховывает. На глубине до двух метров, на площади до буйков, борется с водорослями. Каждые 10 дней водолазы проводят очистку волжского дна в районе пляжей. Убирают скопившийся мусор и косят разросшиеся водоросли. После чего вот эту водную растительность прибивает к берегу, где ее уже подхватывают уборщики. Как говорят водолазы, приходится не только косить, но и убирать. В основном бытовой мусор. Его за раз поднимают со дна около двух кубометров. Но бывают находки и покрупнее, обычно к концу пляжного сезона. Чтобы поднять такое, приходится повозиться. Большие находим скамейки, то есть молодежь, видимо, очень веселится и сбрасывает это все в воду. Раздевалки, урны, бочки. Сколько килограммов водорослей собрали и не считают. Зелень с пляжей вывозят мешками. В жару выходить на покос приходится чаще. Внеплановые погружения совершают и по обращениям любителей пляжного отдыха. Это безопасность людей в первую очередь. Так как плывет человек, он может ногой запутаться, я не знаю, как-то испугаться. Чем жарче, тем быстрее водоросли растут. Соответственно, тем чаще мы косим. От мусора и тины воду почистили. А вот сама вода не везде отличается кристальной чистотой. По итогам последней проверки проб воды, пока не рекомендовано купаться на пляжах Уладьи, на спусках улиц Советской Армии, Ленинградской и Маяковского. Марина Кравцова, Екатерина Осетрова, Максим Гусев. События.